Участники обсудили все важные моменты проведения мероприятий, специфику и порядок взаимодействия организаторов, образовательную и спортивную программу и многое другое. В этом году, кроме соревнований и военно-тактических игр, юные казаки посетят атамань, где познакомятся с историей, истоками и бытом казачества. Также в рамках программы планируется посещение православных храмов. А в день покрова Просвятой Богородицы состоится традиционный казачий бал. В этом году в Краснодаре параллельно будет проходить форум войсковых казачьих обществ, это первый такой всероссийский, то есть с привлечением приглашаем все войсковые реестры казачьего общества. В рамках заседания представители оргкомитета предлагают изменения, которые сделают образовательную программу более насыщенной и интересной для участников. Мы пробирали ее тоже на других мероприятиях с учащенностью казачьего молодежи. Она достаточно любопытная. Она носит такой экономический характер. Мы помогаем ребятам получить какие-то навыки и компетенции по составлению проекта. Я вот по итогам сегодняшней беседы оргкомитета, я понимаю, что в этом году будет сделано не хуже, а даже лучше, чем в прошлом году, потому что запланировали приезд еще и на Атамань, вот это этнический центр казачьего. То есть, я думаю, проблем не будет, все будут довольны. Всероссийская военно-спортивная игра казачий сполох и спартакиада до призывной казачьей молодежи стартует через три недели. Имя лучшего казачьего войскового общества 2017 года станет известно 15 октября.